без проблем встает на фит джелл комплектация 18 год пробег 48 тысяч от туманки сонарок но как обычно пойдем посмотрим подкапотное пространство и ребят я перепутал с другим харьком это не максимал очка идет пробег 20 тысяч оценка четыре с половиной баллов стал он 1 миллион восемьдесят семь тысяч рублей друзья мои всем привет сегодня вам покажу несколько автомобилей которые пришли с японии под заказ нашим клиентам в том числе и данный автомобиль это subaru forester и на данном автомобиле на данном примере покажу то что правый руль автомобиль с правым рулем без проблем встает на учет вот пройдем на этот автомобиль сделаем страховочку сделаем техосмотр поедем гаи поставим автомобиль на учет а я хочу напомнить что я занимаюсь проверками автомобилей перед покупкой вы можете проверить автомобиль который находится уже владивостоке я вчера в очередной раз знаете столкнулся с тем то что позвонил человек интересуется автомобилями у меня что-то наподобие вот того то я говорю я не знаю что это такое вот в общем разговаривали мы с ним разговаривали в итоге он хочет себе какой-то ну такой грузопассажирский автобус типа то у насика типа бонги возможно типа ван это так вот я ему говорю открывай сайт drum.ru там есть все автомобили все марки в общем есть все определяется с выбором автомобиля до а после этого мы уже более подробно поговорим привезем тебе автомобиль так вот он мне такой я не знаю что такое сайт drum.ru я говорит не знаю и все ребят ну что дрон . ру это сайт где продаются автомобили он работает по всей россии но вот туда до запад там у вас автору там вас авито у нас автору авито они сайты вот такие неактуальные нас очень слабенько продаются автомобили через эти сайт у нас короче говоря ребят drum.ru все автомобили все автомобили находятся там дальше значит связь со мной мой телефон указан под каждым видео и в описании канала друзья мои если я не беру трубку значит я занят не надо мне звонить по 10 по 15 раз через каждые 10 секунд поймите я человек я работаю да если я буду постоянно вам отвечать на телефон когда же я буду работать в основном связь идет ватсапе то есть ватсапе мне написали вопрос у меня спросили я как только освободился я сразу же вам ответил отвечаю отвечаю всем если ваша эсэмэска не прочитана да если увидите то что я допустим сети и не читаю вашу эсэмэску я это делаю для того чтобы ваша эсэмэска не потерялась когда я буду свободен я спокойно открою прочитаю все все получат ответы в общем через меня можете проверить автомобиль который находится здесь в владивостоке не только без пробежные автомобили но также пробежные автомобили и можете привезти автомобиль напрямую с аукционов японии более подробная информация ватсапе еще раз напоминаю сейчас показываю автомобили которые пришли с аукционов японии которые мы привезли и проходим техосмотр и ставим данный автомобиль на учет это уже fit g-led комплектация 18 год пробег 48000 оценка четыре с половиной б стоимость автомобиля 1 миллион девяносто тысяч рублей автомобиль на продаж летняя резина обычные штамповки бесключевой доступ повторители ветровики есть летняя резина практически новая очень хорошая сзади метла вот такие вот рамочки идут они уже идут с подсветкой камеры заднего вида есть багажное отделение ну опять же мне нравится да все все чисто аккуратно круто все приятное неоднократно говорил уже постоянно об этом говорю и буду говорить мне очень нравится как трансформируется салон и те вообще везель и прям реально крутая удобная трансформация во первых у нас получается ровный пол на во вторых заднее сидение поднимается кверху можно перевозить какие-то негабаритные грузы сиденье у нас ножка опускается сиденье у нас крепится да и вообще в принципе fit ну вроде такой автомобильчик до маленький факту в нем очень очень много места значит они есть 1 и 3 есть гибриды есть передний привод есть 4 воды это у нас идет 1 и 3 гибриды у нас идут полторашки джейл комплектация пробег 48 тысяч здесь у нас есть бардачок аукционник попытаемся прилепить вот но я думаю вы уже знаете то что ему никого не обману у нас одни честные все честные автомобили кора зерия управление музыкой камеры есть не камеры а камера подсветка так надо закрывать что-то прохладно похолодало минус 9 минус 9 но у нас очень очень холодно даже при минус 9 мотор и номер кузова опять же кому интересно ставьте на паузу смотрите так харьер харьер 18 год 11 месяц ребят по аукциону он идет как 19 год да это я веду к тому то что я уже об этом говорил не раз будьте внимательны при покупке автомобиля на аукционах то есть можно лохануться скажем тогда и попасть попасть на денежку при растаможке автомобиля автомобиль вы можете просто приобрести себе автомобиль непроходной это очень очень важно и так значит четыре с половиной четыре с половиной балла 18 год одиннадцатый месяц давайте смотрите внимательно значит белый перламутровый цвет кто-то там говорил что белые цвета не продаются продаются еще как и хорек перламутровый для вас и фит стоит сейчас тоже буду снимать и но стоит тоже у нас белый перламутровый обратите внимание да у него и сюда гибрид но по факту это просто японец решил наверно оттюнить автомобиль то есть автомобиль идет он двухлитровый также вот такие вот хромированные накладочки не пашка сам уже установил так значит туманки сонары ходовые огни еще раз говорю что не гибрид по низу хром бесключевой доступ ветровики с поля ради черного цвета сзади идет метла это идет двушки кстати вот даже даже сзади наш льда идет гибрид дверь электро чистейшая багажное отделение такое вот двойное здесь идет автомобиль идет 4 воды вам бы такие бампер встроенная значит кожаный у него салон идет он идет на максимал очки ладно не будем не будем заводить чистейший тоже салончик ну здесь такая легенькая просто прибор очка полировка влажная уборка и все электро багажник электро ай стоп в огрев зону дворников 22000 ребят пробег четыре с половиной балла идеальный просто идеальный автомобиль круиз-контроль полный руль вставка под дерево так куда идет руль кожаный кожаные вставки черный потолок два подстаканника ключ идет один дело у нас всего тут вот так вот закрывается почему-то сейчас не хочет закрываться ох сколько много японских женщин заговорила сразу место очень много вот ну что он сказать шикарный автомобиль за адекватные деньги все сенсорные ну как обычно пойдем посмотрим подкапотное пространство и ребят я перепутал с другим харьком это не максимал очка идет обычно двушка вот тут ох посмотрите как она блестит все здесь а надо будет одеть нацепить нужно будет обратно переходим к следующему автомобилю а это уже идет ноуте power и друзья мои комплектации медалист 19 год родной 19 год пробег 20000 оценка четыре с половиной баллов стал он 1 миллион восемьдесят семь тысяч рублей штатное литье автомобиль кстати подготовлено он продан то есть укомплектован поставленная зимняя резина докуплены масла фильтра туманки сонары фары линзы круговой обзор регистратор система безопасности не смотрим чистейший салон сиденье идут кожаные идет два ключа дату с необычным такие коричневые вставки здесь сделано под хром руль тоже обратил ладно к рулю мы сейчас вернемся подойдем еще вот пожалуйста там по объему можно примерно прикинуть до объем багажного отделения то есть комплект колес влазит без труда без проблем тоже накладки такие сделаны вот есть нормальный тюнинг до японский тюнинг есть залепо какая-то непонятная китайская которые многие просят купить а потом плюются поэтому вот ребят ну залепо китайской я вам покупать не буду сзади полка вот вы купили масел на 2 замены а интересный тоже автомобиль да то есть в принципе смело можно такой автомобиль рассматривать покупки зеркало вот камера дублирует это вот зеркало заднего вида так не знаю аукционик есть нет не вижу аукционика 20000 пробег на автомобиле вот друзья но я хочу напомню то что мы занимаемся проверкой автомобили перед покупкой в городе владивосток вообще в принципе в любом городе приморского края также через нас вы можете привести автомобиль из аукционов японии есть плюсы есть минусы но наверное все таки возить автомобиль больше плюсов да чем минусов потому что вы покупаете себе именно то что хотите и по цене по цене но она реально получается прям ощутимо дешевле допустим но если мы не будем брать там недорогие автомобили в плане там 600 700 тысяч рублей да если возьмем с вами то миллион плюс автомобили полтора миллиона 2 миллиона которые автомобили стоят то прям поверьте мне разница в цене она будет ощутимая будет хорошая но опять же здесь у нас идет все как новенькая вот поэтому друзьям и телефон мы указан под каждым видео и в описании канала ребят кстати многим интересует вопрос как поставить автомобиль на учет автомобиль с правым рулем понятно то что владивостоке у нас попроще да но система регистрация на принципе одинаково во всей россии сегодня на примере данного автомобиля покажу кстати это форик офигенный форик 19 год пробег 8300 километров вот он идет пятибалльный что поставить автомобиль на учет владивостоке допустим с помощью меня да вы находитесь день в москве нужна генеральная доверенность без генеральной доверенности на учет автомобиль не поставят ну и также весь комплект документов то есть это договор купли-продажи с бк т.с. т.п. нужно пройти обязательно сделать страховку и нужно пройти обязательно техосмотр техосмотр стоит тысячу рублей если ты сам приезжаешь тысячу рублей там делать через кого-то 2-3 тысячи рублей на техосмотре не смотрится абсолютно ничего вообще то есть заехал попросили меня стереть все с лобового стекла отклеить все наклейки я постоял там наверное минут 15 все этих осмотр мне вынесли вот стоим порядка же очереди на осмотр осмотр пройдем встанем на парковочку через часик через часик вынесу документы поэтому все очень просто в общем сейчас поставим на учет покажу также расскажу про птс так ну нужно проходить их осмотр сказали все постирать надписи наклейки приготовить документы лезвия чтобы стереть выдают общем лобовое стекло должно быть полностью чисто очищена от наклеек от надписи от всего всего как снаружи да так и внутри такие вот правила спереди ходить нельзя только сзади друзья мой техосмотр я проходил последний раз наверно года два назад не изменяет память я заезжал действительно производились манипуляции с автомобилем что будет сейчас не знаю заехал стерся ходит такой дедушка ну я так понимаю он будет автомобиль смотреть лет наверное 70 может даже больше подойдет такое стекло посмотрит документы возьмет вот еще раз подойдет пробег спросит подошелся чушь и нами где перебывались там нет пока же самому интересно что дальше будет чем 15 минут заехали постояли все выдали выдали бумагу вот такой вот осмотр ребят ну все осмотр автомобиль прошел документы я сдал сейчас будем ждать получения документов сколько займет время я не знаю я думаю где-то час час-два и так давайте вернемся к автомобилю про него немного расскажу это subaru forester 19 год он идет двухлитровый они идут есть они 2 и 5 все автомобили идут 4 воды это максимальная комплектация максимальный максимальный уже некуда опять же ребята не надо путать есть комплектация да а есть какие-то дополнительные опции то есть допустим люк да здесь люка нет люк это идет как опция так знаешь по передней части это все тот же самый узнаваемый subaru есть значит камера из передней камеры есть боковая камера туманки ходовые огни если умыватели фар штатная субаровской литье идет зимняя резина зимнюю резину докупили уже здесь хромированные ручки по низу идет у нас обвес но автомобиль выделяется на дороге поверьте на крыше установлен плавник и рейлинг единственно вот если честно по задней части subaru мне как-то не особо нравится вот самый последний свежий кузов блин какое-то г придумали вот ни в коем случае не хочу обидеть владельцев да это лично мое мнение то есть его начинка технически он по салону да мне он нравится но задняя часть как-то вот не знаю я что недоработанная багажное отделение в принципе осталось такого же объема да то есть она довольно большое удобная трансформация удобно складываются спинки то есть потянул у тебя спинка она отъехала вниз ремкомплект багажник идет с кнопки здесь но владельцам повезло установлено два регистратора один по задней части другой идет по передней части значит дверные карты здесь идет кожа коричневая кожа это вот и реально это действительно редкость вот так тоже рамочка вот докупил есть у нас подлокотником узнаете но новая аж ну реально с трудом вылазит оттуда место в принципе все так же как и в предыдущем субарики довольно неплохо много вот так же значит спинку можно откинуть с этой стороны плюс да вот есть у нас затяжка такая можно немного отрегулировать наклон спинки для задних пассажиров а еще смотрите да вот какие изменения здесь идет по два вот таких кармашка это идет в каждой спинке ну естественно есть подстаканники их колонка о значит для задних пассажиров идет обогрев сидений на два режима и также идет два избе входа на ваши гаджеты потолок светлый подсветка двери тоже вот ну новая машина на есть новая машина снизу не вижу смысла показывать там все новое тоже все абсолютно новое машина прошла можно сказать только обкатку сидение идут электро регулировка вверх вниз вперед назад спинка так память сидений сказал кожаный руль здесь у нас слепые зоны анти-юз регулировка подсветки кстати слепые зоны они изменились в предыдущем кузове они расположены в зеркале да а здесь вот на самом ухе вот они так управление музыкой с левой стороны вот эти кнопки это управление вот этим вот меню идет справа стороны кнопка обогрева руля это режим спорт режим то есть два режима езды ну и конечно же круиз-контроль плюс ко всему есть еще и лепестки круиз-контроль идет адаптивный установлена система ассай это две стереокамеры с которой следят за дорогой также можно отключить эти две камеры с помощью вот этих кнопок есть небольшой бардачок очочница да так дальше ребят здесь установлено две камеры три камеры понятно то что у нас есть камера заднего вида кстати камера заднего вида приключения в общем включается санах и да и боковая камера включается боковая камера находится в левом ухе камеры заднего вида идет страектории то здесь такой плюс да и траектория и камеры заднего вида еще есть и sonara вот так же можно включить одну камеру эта камера переднего вида второй кнопкой можно включить просто боковую камеру можно сделать на на два режима не понял почему не могу сделать а вот можно сделать на два режима то есть будет видно и по морде да и с левой стороны дальше что у нас здесь имеется это электронный ручник ходовые огни нужно включить вот это вот кнопкой два режима езды видим крен видим наклон и второй режим езды далее значит вот эта вот кнопка это управление вот этим вот меню здесь довольно такой большой хороший функционал здесь вся необходимая информация для движения до чтобы водитель был что водитель был в курсе всего что касается места в автомобиле место здесь очень много вот любому человеку любого телосложения будет сидеть довольно комфортно потому что есть ну во первых и место много и очень хорошая регулировка сидений идет может регулировать так как тебе хочет так я включил режим у меня включилась антиюз это потом выключим дальше знать что касается регулировки руля он регулируется по вылету это огромный плюс это очень хорошо это очень удобная функция да и также он регулируется по высоте это ну это действительно очень удобно если нас обогрев сидений идет при режима обогрев водителя обогрев пассажира ну и также я говорил то что есть обогрев задних сидений спинки идут с боковой поддержкой тоже такая хорошая скажем так функция до в автомобиле 2 подстаканника сказал коробка передач здесь вариатор вот здесь пряталась розетка на 12 вольт кстати вот здесь у нас идет подсветочка вот такая вот семья и спряталась тоже 2 юсби хода вот идет у нас бардачок еще какие-то документы значит автомобиль пришел у него стоит секрет к вот это тоже очень хорошо то что японец положил секретку без этой секретки гайку к сожалению на литье не открутить так ну что вкратце рассказал вам про данный автомобиль автомобиль действительно клёвый вот знаете приходят такие автомобили которые но прям запоминается вот этот автомобиль мне прям запомнился значит обошелся он 2 миллиона триста девяносто две тысячи в японии купили его курс курсе на был если мне не изменяет память 45 сегодня курсе на 55 30 до то есть на 10 рублей дороже можете посчитать примерно прикинуть насколько сейчас этот автомобиль выйдет дороже вот плюс растаможен салон до нового года но курс евро уже вызвал вырос да соответственно пошлина была побольше чем ожидали но тем не менее на данный момент вот если на сегодня заказывать такой же автомобиль с японии это очень хорошая цена за данный за данный автомобиль также значит хотел вам с вами поговорить еще смотрите так как сейчас на человека который находится который прописан не в дальневосточном регионе привести автомобиль нельзя не то что нельзя можно привести автомобиль но там можно будет возможно потребует вашего присутствия автомобили везутся на физиков собственно как и данный автомобиль многие боятся там перерегистрацию физик не сделать или еще что-нибудь ребят допустим если я не могу отвечать за всех продавцов да я могу отвечать только за себя с партнером значит у нас физики все проверенные значит машину полу да не то что машину получаете до машину сегодня поставим на учет в ближайшее время в течение нескольких дней я сам лично сделаю перерегистрацию на нового владельца то есть все машины которые привезены через нас мы сами делаем перерегистрацию на вас если вы машину покупаете на вторенький зеленый угол это этот вопрос вы должны уже решать непосредственно непосредственно с продавцом перерегистрация делается недолго то есть мы заходим на сепота сайт электронных птс через госуслуги это намного проще вносим данные данные договора купли-продажи стоимость автомобиля пробег вот ищем нового собственника новому собственник отправляется запрос новый собственник тоже должен быть зарегистрирован на сепи новый собственник заходит подтверждает все новый собственник становится собственником данного автомобиля поэтому ребят за это не пугайтесь не переживайте ладно на сегодня будем заканчивать время подошло Да, скоро нужно будет уже идти Получать документы Всем спасибо, кто досмотрел до конца Хотите приобрести себе такой же автомобиль С аукционов Японии, звоните, пишите, обращайтесь Также занимаюсь проверкой автомобилей Которые уже привезны в Владивосток Всем пока, ребят Самое главное, я это вам не показал Уже попрощался с вами Значит, все, выдали номера И, друзья мои, обратите внимание, номера выдаются Того региона, где вы прописаны То есть не наши Владивостокские номера Со 125 регионом А именно владельца по прописке